Письма прощения, вот на перерыве спрашивали, как писать. В ютубе забьете письма прощения, в поисковик, и там выйдет ролик, он идет 9,5 минут, по-моему. Там все подробно, прям я рассказал, в комментарии прикреплено текст, как его писать, и можете прям сесть и пописать. Почему его писать 40 дней? Ты из своего ментального поля все свои обиды будешь выдавливать туда. 40 дней это ментально такая, какая-то магическая цифра, я не знаю, почему-то она везде там витает. Ты за пределы своего ментального поля вытаскиваешь весь свой негатив. Не нужно делать только вот так. Пишите письма прощения 20 дней, и потом что-то кажется я свята. Что-то я уже всех простил. И раз и бросили. Через 3 месяца ждите депрессии жуткой. Накроет так, мало не покажется. Если вы не решили выбрать 40 дней для себя и писать письма прощения, лучше даже не начинайте. Вот вы должны прям взять и сказать, 40 дней буду писать. Поэтому Новый год можете пропустить, там 8 марта можете пропустить, и года вам не хватит, когда подобрать в подходящее место. То там день рождения будет, то там свадьба у кого-нибудь. Поэтому просто вы берете себе, назначаете, с сегодняшнего дня или с завтрашнего, и 40 дней, в течение 40 дней вы пишете каждый день. Вы будете писать, как Лев Толстой. Почему? Потому что там очень много. Вы берете всех людей из твоей жизни, там, допустим, 50-70 человек, и пишете каждый день каждому человеку по одному письму. То есть 50 человек, 50 писем. 70 человек, 70 писем в день. Это изо дня в день, в течение 40 дней, одни и те же люди. Если вы на 15 дней какого-то еще вспомнили, вы его туда добавляете. И ведете его до конца со всеми. Это, наверное, единственное то, что ты можешь сделать для себя самого хорошего самостоятельно. Все же у нас говорят, а самому можно? Даже сегодня на перерыве задавали вопрос, можно ли самому вытащить эмоциональные блоки или как-то их проработать. Вот это письма прощения. Но единственное, если вы писали, вам бы не помогло. Вы куперли свое вот это вот, и оно бы не вышло. Вот сейчас уже можете писать, это будет работа с тобой. То есть если у тебя нету каких-то таких глубинных, каких-то стрессов сильных, или, скажем, той же магии там. Когда люди приходят и говорят, что я писала 40 дней и мне не помогло, это уже вопрос. Это вот потом сегодня вот тех, кого сворачивало, у кого руки выворачивало, это сильно. Это вот оно. И это надо снимать столько раз, сколько раз тебе делали. Сколько раз тебе делали, читали, и сколько раз тебя в спину проклинали, я понятия не имею. То есть я, если честно, во всю вот эту неведомую хрень, вот мой мозг не верит. Вы можете сильно удивляться, но я не верю в это. Но из-за того, что я ежедневно с этим сталкиваюсь, мне приходится с этим смириться. Но мой мозг отказывается. Вот мой цензор внутренний, я не особо. Почему? Потому что если ты начнешь в это верить, то ты начнешь этого бояться. А у меня как такового сильно страха уже практически к этому нет. Меня пугают время от времени, там раз в год, раз в полгода, какими-то ситуациями, которые нестандартные. Но их все меньше и меньше, поэтому уходит в этот страх. Поэтому письма прощения пишите. Как работают эти письма прощения? Вот кто в православии, если где-то вот как-то сталкивался или слышал, есть сорока уст. Слышали, да? Есть техника сорока уст. Это вы в церковь заказываете там молитвы 40 дней, и тебя вот молятся за тебя. И это то же самое, только ты делаешь это сам. То есть там тебе накидывают позитив, за тебя молятся. А тут ты выкидываешь весь негатив из себя. Это очень… Вы удивитесь, насколько это колоссальный эффект. Аффирмации. Аффирмации для женщин. Аффирмации мужские. Вы пишите письма, слушайте аффирмации. Пишите письма, слушайте аффирмации. Для того, чтобы негатив выдавливать, позитивно вам наполняться, чтобы не было опять. И потихоньку вы это все из себя выдавите. Это работа внутренняя над собой. Это очень серьезный труд. Люди некоторые начинают болеть. Начинается ангина, температура. Тошнит некоторых, рвет. Это прям такая глубинная проработка себя. Это то, что можно сделать самостоятельно. Но всегда людям на это почему-то лень. Вот один раз не поленитесь, и вы перестанете обижаться. Потому что ты вспомнишь, как ты писал письма прощения 40 дней. Ни один человек не стоит, чтобы ты тратил на него 40 дней. Ни один не стоит. Потому что у тебя пропадает настроение. У тебя начинает прям швырять. Потом письма прощения, прям садитесь, выписывайте, пишите. Печатать на компьютере нет. Это рукой нужно, потому что Ctrl-C, Ctrl-V никто не отменял. К Сирокове, это у Айнурова папа как-то приходил на тренинг, и она один день приходит, смеется вообще не может. Я говорю, Айнурова, что ты? Она говорит, мой папа, мой папа. И она вот в три погибли. Короче, папа идет утром сжигать письма прощения на помойку. И Айнурова говорит, папа, что это? Письмо прощения? А у него ксерокопии, представляете? Он 40 ксерокопий сделал, один день написал. Поэтому писать рукой. То есть, почему? Ты вечером пишешь, утром сжигаешь, но вот к женщинам отдельно обращаюсь. Женщин на помойке. Не надо в подъезде, в казане, в унитазе, не надо на балконе. Мне одна пишет, говорит, а вот ко мне в комнату залетел пепел от писем. Ничего страшного. Я вообще не понял вопрос. Она не знала, где сжечь. Она взяла поднос, положила письма на поднос, подожгла и вот так стояла на вытянутую руку. Вдунул ветер, и этот пепел залетел обратно в квартиру. Она не испугалась, что может что-то загореться, она переживала, что там с энергетикой квартиры. Вот чтобы с энергетикой квартиры все было хорошо, жгите на помойке, ладно? Не надо. Если нет возможности сжечь, ну бывает, да? Ну просто порвите там. То есть, у тебя там, помните, а много ли коровы дает молока, не выдаешь сзади, и устанет рука. Ты как только напишешь слово «мама», тебя сорвет так, ты не остановишься. Это ты закрываешься, просто пиши, тогда придумывай просто. Из пальца высасывай, первое время высасывайте из пальца, если не идет саму, на папу, на маму. Нет людей, у которых бы не было обид на родителей. Я не видел ни одного. И поэтому можно любому говорить, там у тебя с папой проблемы или с мамой, то все. Каждый день. Собирать не надо. Не надо собирать. Некоторые думают, я вот соберу две недели, а потом поеду, сожгу. Тоже депрессия начинается. Не копите, вот этот негатив не копите. Очень часто спрашивают, а письма будут повторяться? Письма повторяться они не будут. Почему? Потому что будут повторяться только те обиды, которые глубокие и серьезные. Вся вот эта шелупоня стальная, она пропадет на седьмой, на восьмой день. Она будет меняться прям. Ты будешь вспоминать заново. Можно микрофон туда сейчас? Сейчас, сейчас, секунду. Давайте. Сейчас, сейчас, сейчас. Вон туда. Список. Вы, да, вы пишете список людей. Там, короче, все есть. В письма зайдете, там все объяснено. Родители, родственники, друзья, мужчины или женщины в моей жизни, умершие, там и ты есть. То есть и себя. Я уже писала. Я уже писала так.